У меня сегодня есть возможность вам рассказать одну очень интересную тему. Я все еще регионолог, как и последние 20 лет, и именно поэтому сегодня моя тема будет посвящена актуальным вопросам лечевой диагностики заболевания суставов, позвоночника и крестца. Я хотела бы сегодня акцентировать ваше внимание практически на двух основных вопросах. Первый – это как могут помочь вам лучевая диагностика и регионологи для того, чтобы определиться с диагнозом спондиларты, особенно если они зеркальны. И особенно в этом именно вопросе акцентировать внимание на возможности диагностики ранних стадий и ранних проявлений спондиларты. И в структуре моего доклада третий вопрос, который нам часто задают не только регионологи, но и ревматологи, и нормальные терапевты. Чем же отличается болезнь Фрустье от спондилоза? Почему как бы про одно и то же, про одну дистрофию, два абсолютно разных термина, есть ли различия? Если есть, то дайте нам, пожалуйста, критерий, по которому вы пишете то одно, то другое. И вот сегодня я уже в конце своего доклада на этом вопросе обязательно остановлюсь. На сегодня вы видите, что существуют некоторые проблемы в диагностике спондилартрита и диагностике сакроэлитом, потому что существующие консификационные критерии, которые основаны в основном на изменениях в оренденологической картине, к сожалению, в большинстве случаев не позволяют установить достоверный диагноз, особенно если это касается ранней стадии появления, потому что отсутствуют основополагающие критерии для диагностики сакроэлита это наличие остеосклероза. Нет остеосклероза, нет диагноза, скажем так, с рентгенологической точки зрения. Применение современных высокотехнологичных исследований, таких как компьютерная томография, таких как магнитно-резонансная томография, конечно, сейчас уже позволяет в лучшей степени решать эти вопросы, и конкретно применение компьютерной томографии рентгеновской, она позволяет выявить первые структурные изменения в крыльцово-поддушных суставах, такие как эрозии, субхондральный склероз, который еще может быть не видеть на рентгенодрахе, гораздо раньше, чем обученная рентгенография тазовых костей. И применение магнитно-резонансной томографии в диагностике сакроэлита позволяет обнаружить еще более ранние проявления, это отек, воспаления, которые предшествуют даже появлению структурных изменений на карте. Почему же эта проблема так актуальна? К сожалению, мы констатируем факт, что больных с энтулозирующим спондилоартритом диагноз устанавливается в первую среднюю через 8 лет после начала заболевания. Какие есть общие черты, я всех вспомнила артритов, это боль, боль в спине, поражение периферических суставов, поражение энтезов, накопление в семьях, поражение кожи глаз, сирологические положительные реакции и как проявление сакрыния. Чтобы поставить диагноз, конечно же, необходимо провести первое, это клиническое обследование пациента, в этом, безусловно, ПАСы. И вам могут помочь, конечно же, рентгенологи, наша служба рентгенологическая, когда мы, используя разные методы ночевой диагностики, можем дать вам критерии о наличии или отсутствии этого заболевания. И так как я рентгенолог, то сегодня я вам хочу особенно остановиться именно на рентгенологических признаках сакрыния. Сейчас существуют диагностические критерии для спондилоартритов, это модифицированные Нью-Йоркские критерии 1984 года, европейские критерии, критерии АМОР, самый не последний апрел, а последний 1995 года, но все эти критерии основаны на рентгенологических признаках изменения в крестцовом обслуживающих сочинений рентгенов. Все эти критерии разрабатывались до создания и развития применения в человеческой практике магнитно-резонансной томографии. Чем конкретно могут помочь вам рентгенологи в обстановке диагноза? Вы можете использовать разные методы лучевой диагностики, конечно, это классическое рентгенологическое исследование, это рентгеновская компьютерная томография, в современном варианте это мотиспиральная компьютерная томография и, конечно, магнитно-резонансная томография. В данном случае мне хотелось бы особо обратить ваше внимание, что здесь необходимо применение спецпрограмм, программы широкодавления. Обычные стандартные МРТ-Т1-Т2 взвешенные споражения не помогут в постановке диагноза. Необходимо достаточно хорошее программное обеспечение для того, чтобы ответить на поставки вопроса. Прежде чем говорить о том, как это выглядит, как проявление заболевания, буквально несколько вопросов, все зачитывать не буду, о том, что же такое норм, с чем же мы сравниваем. Когда элентгенолог описывает рентгенологическую картину, он использует классическую рентгенологическую форму, формулу Чифор и Григос, где учитывается положение, рентгенализация, форма, контуры, размеры. Ну и, соответственно, здесь мы те же самые критерии обязательно оцениваем. Хочу обратить ваше внимание здесь на один важный критерий, что ширина суставной полости в норме соответствует 4 мяч. Что должно быть изображение абсолютно симметричным с двух сторон, не должно быть в полости сустава никаких изменений, а там не должно быть грибота, который дает другое марсинал. И красным я специально для вас выделила то, что необходимо учитывать, что в подвздошной кости в норме есть участки гиберосклероза. Поэтому одни из дальнейших рассматриваемых критерий будут обязательно размеры изменений участков остеосклероза, для того, чтобы могли отличить норму от ненормы. И суставной хрящ, который можно увидеть только с помощью магнитно-резонансной томографии, нерентгеновская компьютерная томография не позволит оценить эту термическую структуру. Он со стороны крестца толщиной 3 мм, со стороны подвздошной кости 1 мм. И его можно даже измерить, применяя последовательности однозначно изображения. Обязательно оцениваются костные структуры, которые составляют это сочленение. Необходимо всегда помнить, что изображение должно быть симметричным с двух сторон и не должно быть никаких изменений патологических, отклоняющихся от нормы магнитно-резонансного сигнала от костных структур. Чем же может помочь магнитно-резонансная рентгенография? Очень коротко, когда вы видите эту классификацию, а это рентгенологические стадии сакролида, которые приняты в 1966 году, обращаю ваше внимание, что вы видите, что есть синяя, а есть красная название стадии. Вот именно потому, что рентгенологи смогут вам поставить диагноз только начиная со стадии 2. потому что любая стадия, первая стадия, никаких изменений на рентгенограммах абсолютно никто увидеть не сможет. Только начиная со второй стадии, поэтому вам рентгенологи будут писать заключение, что сакроэлит 2, да, то есть вторая стадия. Только отсюда вам рентгенологи смогут поставить диагноз сакроэлита. Ну и, соответственно, по степени выраженности, конечно же, все изменения, они усиливаются. До четвертой стадии полного анкелоза. Видите, написано ранний аис, сакроэлит, первая стадия. Что это означает? В принципе, это означает, что мы здесь ничего не видим. Если вам рентгенолог напишет сакроэлит первой стадии, то он будет, мягко говоря, немножко неправ. Потому что, с точки зрения рентгенолога, постановка именно этой стадии, она просто невозможна. Отсутствует критерий диагноз. Поэтому, смотря на эту рентгенограмму костей и тазов, вам любой рентгенолог скажет, изменений здесь нет. Ну, здесь вы видите уже более ярко выраженные изменения с наличием остеосклероза. С правой стороны, видите, различия по картинке более, ну, на рентгенограмах вы понимаете, что более плотная ткань, остеосклероз является более плотной тканью. Она здесь белая, это теневая картина, изображение костей таза. Здесь выражено сакроэлит. Здесь уже любой рентгенолог никогда не ошибется. Чем может помочь компьютерная генография? В принципе, поговорим о том, что это тоже рентгеновская цветовая, рентгеновская компьютерная генография, которая пользуется той же классификацией, что и пользуются рентгенологи. Это по килогрену с дополнениями. И обращаю ваше внимание, что это критерии диагностики ОКТ, которые соответствуют проявлениям сакроэлита. Оценивается обязательно суставная щель. Она считается суженной, если расстояние между суставной поверхностью менее двух миллиметров и расширенной, если более пяти миллиметров. Оценивается обязательно субхондральный остеосклероз. Он оценивается в качестве признака сакроэлита только в том случае, я напоминаю вам красную полосочку из нормы, только в том случае, если со стороны подвздошной кости он превышает пять миллиметров, а со стороны крестца три миллиметра. И значение единичным эрозиям, конечно, придается только в том случае, если эти изменения наблюдаются более чем на двух последовательных сканах. То есть на двух последовательных томограммах мы видим эти же изменения. Только в этом случае они учитываются как критерий сакроэлита. Чем же КТ лучше, чем обычная рентгенография. У пациента, которому сделали обычную рентгенограмму, на рентгенограммах вы видите это, вот вы видите, что с левой стороны есть участок остеосклероз, в основании которого рентгенолог поставил левосторонный сакроэлит, второй стадик, потому что суставное ощущение суженого остеосклероз уже есть. При этом, когда я делаю рентгеновскую компьютерную томографию, обращаю ваше внимание, что здесь изменения, превышающие со стороны воздушных костей более 5 миллиметров, имеют место с обеих сторон. Именно поэтому здесь выставлен двухсторонный сакроэлит в третьей стадии. И еще обращаю ваше внимание на наличие вот таких вот мелких эрозий, которые абсолютно не были длинными ногами. Поэтому здесь усиленно до третьей стадии проявления сакроэлит. Еще раз хочу повториться, что на КТ в качестве критериев установки диагноза используются критерии определения меньшего ощущения суставной щели, критерии наличия или отсутствующих эротических изменений, наличие эрозий. И можно увидеть вот даже вот такие маленькие проявления, это маленькая эрозия со стороны крестца, но этот критерий как моносимптом, как монокритерий может учитываться только в том случае, если мы будем увидеть эту эрозию, будем видеть на двух последовательных ска. Конечно же, рентгеновская компьютерная томография лучше позволяет выявить костные изменения, потому что очень хорошо показывает эти тонкие структурные костные изменения, чем стандартная рентгенография. Но мы все знаем, что это исследование сопровождается достаточно приличной лучевой нагрузкой на пациента, и поэтому репликации эти исследования тоже очень не стоят. Превышение, как вы видите, примерно в два раза, да? На КТ это 10 миллизевертов, на обычной винограмме это 1,8 миллизевертов. Это лучевая нагрузка на пациента. И еще недостатком КТ, если можно считать это недостатком, является слабая дифференцировка фиброзно-хрящевых и мягкотканных структур. Оценивать их с помощью КТ намного сложнее, чем с помощью МРТ. При этом на КТ очень хорошо видны тусные изменения, а на МРТ и в этом его преимущество видны мягкотканные структуры и изменения в мягкотканных структурах. Что можно увидеть на магнитно-резонансной томографии? Это метод, который обладает максимальной чувствительностью, намного превышающей, чем обычная стандартная рентгенография, и позволяет увидеть изменения на ранних стадиях проявления анкелозирующих спойлилоартритов. Вы видите исследование, в котором показано, что чувствительность МРТ по сравнению с рентгенографией, можно сказать, в несколько раз превышающая. Также мы видим специфичность, которая может достигать до 100%. Все это вместе определяет высокую точность методом магнитно-резонансной томографии. Этот случай вам приведен для того, чтобы вы могли обратить внимание, что даже тогда, когда на КТ, это один и тот же пациент, вы видите, с левой стороны в передней и нижних отделах лицово-подвздошных сочленений даже на КТ ничего не видно. На МРТ мы видим участок изменения в виде отека со стороны подвздошных костей. Это та самая программа, они всегда вот такие черные, потому что это та самая специальная программа жирных давлений, которая позволяет подавить сигнал от жира, содержащегося в костном мозге, и на этом фоне любые отеки, вещества, будь это мягкотканные или костные структуры вины очень хорошо. Когда мы ищем и когда мы отвечаем целевую задачу найти или, наоборот, исключить наличие сакроэлеита, то мы, конечно же, оцениваем костный мозг, структуру полости сустава, капсулы сустава, сустава и обязательно связочные атакты. Чаще всего изменения появляются в синавиальные нижненаружные и связочные мертвые внутренние частят суставы, в большей степени со стороны подвздошной части. С помощью МРТ можно также дать ответ на вопрос, находятся изменения в активной стадии активного воспаления или это симптомы хронического воспаления, потому что для каждой из этих проявлений есть свои определенные МР-проявления, так скажем, так называемая МР-семиотика. Для симптомов острого активного воспаления характерны остеид, это отек костного мозга, синавит, капсулит и энтезит. Для хронического воспаления характерны наличие астрироза, эрозий, дегенеративной пролиферации жировой ткани и анкилоз, наличие костных ростиков. Как выглядит отек костного мозга при активном воспалении, симптом активного воспаления при сакроэлитах, вы видите здесь на обеих томограммах это двустороннее поражение, с правой стороны выражено в большей степени, чем с левой. Вот эти участки, очень яркие участки на фоне жирового давления, которые мы можем увидеть на его томограммах, это и говорит нам о том, что здесь есть остеид. Это отек костного мозга. При этом активное воспаление появляется только в пределах крестцово-подвздошного сочленения. Отек полости сустава. Обращаю ваше внимание, что если мы сравним симметричность сторон, то вы увидите, что вот в этом небольшом участке есть асимметричное расширение полости сустава с накоплением, там большего количества жидкости, то в сравнении с противоположной стороной таких изменений мы не видим. Так этот симптом, он является в данном случае моносимптомом, потому что вы видите, что изменения вот ярких участков костных структур сочленяющих поверхностей их нет. Вот этот моносимптом, он в принципе говорит нам о воспалении, но не может быть, если он один единственный, только в виде моносимптома, он не может быть достоверным признаком сакрилита. Это всего лишь моносимптома. При сакрилитах мы еще можем увидеть изменения в мягкотканных структурах, это отек капсулы сустава, тоже хорошо виден при жироводавлении. На следующих томограммах можно увидеть, обращаю ваше внимание на несимметричное изображение, вот такие же яркие светлые участки в мышечных картах. Это отек переартикулярных связок и переартикулярных мягких тканей, которые тоже хорошо видны аксиальных томограммах. И то, что касается хронической стадии изменений, хронической стадии воспаления, то вы видите, достаточно ярко выражено изменения в костном мозге, они тоже яркие, но в программе жироподавления, они не остаются такими же яркими, а меняются и цвет на противоположные, становятся очень темными. Это говорит о том, что это жировая дегенерация. Вот таким образом в Т1-звешенных изображениях в аксиальной и фронтальной плоскости смотрится остеосклероз в виде вот таких очень темных участков. С чем необходимо дифференцировать проявления воспалительных изменений в крестцово-поздушных сочленениях? Это инфекционный сахроэлит. Обращаю ваше внимание на массивность поражения. И тот самый нюанс, критерия, что когда мы говорим о сахроэлитах, то все воспалительные изменения локализуются исключительно в пределах крестцово-поздушных сочленений. Если мы говорим о инфекционном сахроэлите, то обратите внимание, изменения выходят за пределы крестцово-поздушных сочленений. Это лимфогрануломатоз, когда вы видите множественные однотипные очаговые изменения в костях, но они не все-таки очаговый характер. При аномалиях развития, обращаю ваше внимание на левую сторону. Это левосторонняя сахронизация 5-позвонка и с признаками неоартроза, наличием неоартроза и признаками воспаления неоартроза. Вот таким образом на КТ и на регенограмме выглядит диффузный идиопатический гипераструс, болезнь пластия. Чтобы завершить часть своего доклада, я хотела бы сказать, что МРД сейчас стало очень активно использоваться как метод для постановки диагноза импульса акроэлита, особенно для выявления начальных проявлений, потому что это метод не более чувствительный, который позволяет выявить критерии, соответствующие сакроэлиту. В частности, обязательным условием сакроэлита является наличие отека хвостного мозга. Если мы видим только моносимптом, а именно наличие сакроэлита или капсулита или отдельно только энтезита как моносимптом, то он не может быть достоверно признанным сакроэлитом. Необходимо сказать, что ревматологи сейчас приняли метод магнитно-резонансной томографии как равноценный метод для диагностики сакроэлитов именно потому, что были выработаны, было проведено большое исследование и для монофицированного использования были выработаны дефиниции активного сакроэлита по данным МРТ в 2009 году. А именно, вот эта самая дефиниция, которая позволяет нам, врачам-админологам, работающим на МРТ, поставить диагноз сакроэлита, если мы видим такие достоверные признаки, как наличие отека костного мозга в одной атомической структуре, которая прослеживается на двух последовательных сканах, или если мы видим отек двух атомических структур хотя бы на одном скане. Вот это и есть основа, наша основа для постановки диагноза сакроэлита на МРТ. Что же можно увидеть в позвоночнике при наличии спондилоартритов. Здесь тоже необходимо сказать, что обязательно используем специальную программу, программу жироподавления, которая позволяет видеть отеку костного мозга. Самый главный критерий воспаления. На данной спондилограмме наиболее массивно выражу отек костного мозга задних, в данном случае, двух ряд насположенных в позвонках, но на самом деле измененных позвонков больше. Раз, два, три, четыре, пять. И вот видите передний, еще шестом и седьмом позвонки. Это говорит о том, что здесь однозначно есть проявление спондилограмма. Проявление воспаления в позвоночнике. Также может быть спондилогидисцит. Когда вы видите в одном двигательном сегменте, мы видим изменения воспалительного характера с изменения в более мелких суставах. Как сказала И в этом случае, в том числе, с наличием повышенной гидротации и смежных суставных площадок. Даже с наличием небольших размеров методов, как в инструкции. Мы говорим о том, что это сегодня лартрит. Потому что на МРТ мы можем увидеть также в программе жироподавления абсолютно такие же. Вы видите изменения, характерные для воспалительных изменений, только в более мелких суставах. Как сказал Алексей Игоревич, 72, только на грудном отделе позвоночном. Конечно, мы можем и все 72 посмотреть, потому что это МРТ. Это вопрос только количества аксиальных сканов. И именно там мы можем увидеть вот такие изменения. Это отек суставных площадок, отек костного мозга, который говорит нам о наличии воспаления. Если мы говорим про жирный отдел позвоночника, то это могут быть изменения в задних отделах тела позвонка и очень типично накопление жидкости в суставе, в заднице, в подкладках во всяком сочленении. Могут также, когда мы исследуем позвоночник, встречаются и изолированные визиты, когда вы видите, что в телах позвонков они остаются все красивыми, черные, то есть там жир целиком полностью подавился. И при этом мы видим вот такие изменения в области прикрепления связочного аппарата. Когда мы говорим, что это изолирование, ромона, критерий энтезитов. Или лигоментииты, обратите внимание, да, на нескольком участках измененных, тоже программа жироподавления, где эти участки воспаления хорошо видны, плюс задний спинтилит. И вот в таком, скажем, запущенном варианте появления болезни Пехтелева, на первой термограмме вы видите, это активное воспаление, потому что это программа, где очень хорошо видны отек. Вот это дугоатрусчатый сустав, поперечный сустав, дугоатрусчатый сустав и смежные площадки позвонков. И хроническая стадия, когда мы видим уже полное ангелозирование, то есть ни на одном из уровня, мы не видим суставную щель и дугоатрусчатый сустав. Постное ангелозирование в шедневом отделе позвоночника, как уже далеко зашедшая стадия болезни Пехтелева. Когда мы говорим о болезни Пехтелева, или ангелозирование, чем сподило артрите, то мы знаем, что в первую очередь, конечно, нужно смотреть лицово-воздошные сочленения, а также рисует в первую очередь дугоатрусчатый сустав, если мы говорим о позвоночнике. Признаками проявления этого заболевания являются острый стадий отек костного мозга и самая достоверная его диагностика с использованием программы может быть проявлением в виде дисцита, когда скапливается жидкость в пространстве межпозвонкового диска, и проявление как передний спондилит, это воспалительный отек вдоль переднего края позвонка. Все эти изменения невозможно увидеть на КТ. Отличать болезнь Пехтелева мы будем от конфекционного спондилита, когда вы видите здесь гнойное расплавление, деструкция тела, с наличием надёжника параллитебрального, септического артрита дуготрусчатых суставов, тоже обращаю ваше внимание, какое массивное отражение не только костная структура, маркеткарная структура с деструкцией костных площадок. И хотела бы я перейти к последней части своего доклада, в которой поговорить о том, чем же спондилоз отличается от болезни Форрестье. И я уже не раз показываю этот слайд, что есть отличия по форме остеохидов. Разная форма говорит о том, что это немножко разное проявление деструктического заболевания. Если у нас появляются проявления остеохидов параллельные, площадные замыкательные пластинки тела позвонкового, то мы говорим, что это типично и характерно для остеохондроза. Если при относительно сохранном высоте диска, появляются остеохиды. Вот в виде вот таких слайдов пилоги по-разному. Кто-то клевовидные, кто-то скоп, скоп, кипидископ, да? Вот такие клевовидные крывы остеохиды, то мы говорим, что такая форма характерна для остеохидов. Есть деление на стадию формирующего спондилоза и стадии зависит от размеров краевых остеохидов. Собственно, именно это является определяющим критерием для постановки стадии процесса. Третья стадия – это образование мощной костной стабы, которая практически соединяет тела позвонков между собой и полностью блокирует двигательный сегмент в передних и боковых органах. Следует различать формирующий спондилоз, связующий лигоментозу болезнью Форестер и аркелозирующий спондилоартрит. Начну с последнего, что при аркелозирующем спондилоартрите поражаются в первую очередь боготочечные суставы. И именно это и аркелозирование в этих суставов приводит к неподвижности пациента, в то время как кризис в аркелозе – это формирование костной стабы и наставание в передних и боковых отделах тела позвонка, и этим обеспечивается, точнее, обусловлена неподвижность от адиша пациента. Что касается болезни Форестее, то отличие здесь следующее. Значит, болезнь Форестее, у нее есть еще второе название – это типусный идиопатический скелетный гиперостоз. То маленький экскурс в истории, что впервые заговорили об этой болезни в 1950-х годах Форестее, именно его именем, назвали это заболевание. Нужно отметить, что шморы, которые очень много умерли с точки зрения на универе, как в 32-м году, так как в 57-м году не различал эти заболевания. И что формальная биологическая картина и спамбелоза, и фиксирующего гиперостоза позвоночника, если рассматриваем один двигательный сегмент, абсолютно похожи. То есть они реально очень похожи, потому что поражение ведет изменения на уровне передних, продольных связках, покрывающих тело позвонков по передней поверхности и по бокам, с формированием своеобразных клевовидных разрастаний, таких вот скобочек, фиксирующих тела позвонков друг с другом. В чем же их различие, а как же различить, если они вот так похожи? Ну, на рентгенограмме вы видите, что болезнь фрустье, да, это вот такие скобочки, которые могут даже со всем мостиками вот такими быть. Здесь мы видим гиперостоз с наличием крыльных остеофитов в костях таза и дозобедренных суставов. Таким образом выглядит рентгенография шейного отдела позвоночника, вот эти массивные костные наклиставания, и таким образом они выглядят массивные костные наклиставания на МРТ. И как же ответить, что нужно получить, собственно, болезнь фрустье от спонделоза? Во-первых, распространенность. У рентгенологов есть такое понимание, что если мы видим грубовидные разрастания больше, чем в трех двигательных сегментах, мы говорим о том, что это уже распространенные изменения, мы будем говорить о болезни фрустье. Второе, это прогрессирование. Для спонделоза характерно, что произошло образование скобки, она достигла своего определенного размера и больше никогда не увеличивается. То есть процесс останавливается. Для болезни фрустье, к сожалению, характерно прогрессирование. с каждым годом скобки будут увеличиваться, количество костных наклиставаний будет увеличиваться, подвижность процента все больше и больше будет ограничиваться. Толщина костных наклиставаний может достигать в передних отделах друговых до 1,5 см. И при этом необходимо сказать, что если не были изменены межпозвонковые диски на уровне этого сегмента, то они такими и остаются. То есть это не остеоконтроз, это именно изменения, характерные для передней продуманной связки. Ну, собственно, все, что я хотела вам сказать. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое.